Казахстанцы будут платить меньше за свет, тепло, воду и интернет. С нового года в Казахстане планируется снизить стоимость коммунальных услуг. В частности, речь идет о воде, теплоснабжении, электричестве, угле и интернете. В начале ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обрушился с критикой на чиновников по поводу ситуации с коммунальными тарифами. На протяжении более двух недель государственные мужи разбирались в проблеме, а накануне озвучили конкретные данные. С 1 января следующего года для казахстанцев будет обходиться дешевле газ, свет, тепло, вода, уголь, связь и интернет. В МИРРК уже подготовили меморандум по ценам на уголь в точках реализации. Как считают госслужащие, это может привести к снижению стоимости на 2500 минус 3000 тенге. Министр по инвестициям и развитию РК Женис Косымбек рассказал, что после подписания соглашения в регионах Шубар-Кульский уголь, например, подешевеет в среднем на 15-20%. В Акмалинской области твердые топлива будут реализовывать меньше на 16% от нынешней стоимости, в Алматинской и Североказахстанской – на 18%, а в столице на все 20%. Что касается стоимости за электричество, то она может сократиться на 25%. Окончательно этот вопрос планируется решить к середине декабря. Министр нацэкономики Тимур Сулейменов сообщил, что в настоящее время решение о снижении тарифов приняли 32 монополиста в сфере вода, тепло и электроснабжения на сумму 20,3 миллиарда тенге. Еще 60 организаций могут принудить уменьшить стоимость в том случае, если удастся доказать, что стоимость их услуг завышена. Выясняется также, по какой причине были подняты цены за вывозь мусора. В некоторых регионах – в разы. Сотовые операторы в декабре должны объявить о новом социальном тарифе, который тоже призван уменьшить затраты казахстанцев. На этом у нас все. Кому понравилось ставим лайк. Подписываемся на канал. Жмем на колокол, чтоб не пропустить новое видео. Всем пока-пока.